Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Представьте, однажды вы вышли на улицу и нашли бездомное животное. Вы решили помочь ему, но не знаете, что лучше делать в этой ситуации. О чем важно помнить, помогая бездомной кошке или собаке? Куда стоит обратиться в первую очередь? В этом выпуске мы дадим вам пошаговую инструкцию, что делать, если вы нашли на улице кошку или собаку. Проблема бездомных животных вот уже на протяжении нескольких лет остается одной из самых острых в нашей стране. Сегодня в России насчитывается 412 приютов и 219 пунктов передержки бездомных животных. Как можно помочь бездомному животному? Стоит ли сразу нести его домой? И что делать, если вы думаете, что животное не бездомное, а потерявшееся недавно? Итак, мы подготовили подробную инструкцию, что делать, если вы нашли кошку или собаку на улице. Прежде чем забирать животное с улицы, убедитесь в том, что кошка или собака действительно нуждаются в вашей помощи. Для этого внимательно осмотрите животное. Иногда хозяева отправляют кошек или собак в самовыгулы рядом с домом. Животные уже привыкли к такой самостоятельности, без проблем возвращаются домой сами. Если вы заберете такого питомца к себе, это не только не поможет ему, а даже навредит. О том, что животное потерялось, обычно свидетельствует его растерянность и страх. Как только вы убедились в том, что животному действительно необходима ваша помощь, постарайтесь как можно раньше показать его ветеринару. Бездомную кошку или собаку очень важно осмотреть на наличие инфекций и паразитов и в случае необходимости назначить животному лечение. Также в ветеринарной клинике могут определить наличие чипа или клейма у животного и по ним найти его хозяев. Если у вас нет возможности сразу же отвезти кошку или собаку к ветеринару и необходимо какое-то время поддержать животное у себя, подготовьте для него изолированное место. Особенно это важно, если у вас в доме есть другие животные, которые могут заразиться от бездомной кошки или собаки опасными заболеваниями. Принеся животное домой, постарайтесь покормить его, выберите для этого нейтральные продукты. Старайтесь кормить кошку или собаку с улицы небольшими порциями, но каждые 2-3 часа, постепенно увеличивайте порцию интервал между кормлениями. Также не забудьте дать животному чистую воду. Постарайтесь найти хозяина для бездомного животного, если вы сами не можете стать таковым. Сначала выясните, есть ли у кошки или собаки владельцы. Если у животного нет клейма или чипа, развесьте в вашем районе объявление о найденном питомце и разместите посты об этом в социальных сетях. Если никто не откликнется на ваше объявление, начинайте искать новых хозяев для кошки или собаки. Для этого разместите объявления в социальных сетях, поспрашивайте знакомых или обратитесь за помощью в приют. Внимательно смотрите на потенциальных хозяев для найденного животного. Не давайте кошку или собаку с улицы первому встречному. Помните, что если вы действительно хотите помочь животному, вы должны серьезно относиться к выбору человека, в чьи руки вы его отдаете. Таковы простые, но очень важные действия, которые необходимо выполнить, если вы нашли кошку или собаку на улице. Помните, не проходя мимо животного, которому нужна помощь, вы даете ему шанс на нормальную жизнь. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайте, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!